Ну, после слов Ольги Юрьевны читать ещё сложнее, потому что, ну, как сказать, страшно ударить бляс лицом, не оправдать надежды. Слышишь ли ты тот же шум, не смолкая, дождь и бьёт, это я над глубоким сном твоим и дума. Кто ты, спроси такая, как озёрнышки просено, не был, не был, и, удивись, явилась на воробей, и жалко всегда до слёз. Да, я хочу, чтобы время остановилось, чтобы застенчиво кто-нибудь произнёс. Жили мы, жили, и красоту проспали, но проводить успеем её к реке. Детское прозвище вслух бы моё назвали, дали с собой бы сладостей мне в кульке. Об ушедших вслух не говорю, все они оплаканы от сердца. И под снегом, небом и краю, я для них рубашечки краю, чтобы каждый ног потом одеться. Выйдет вера, чистая, как свет, и ресницы длинные под ними. Выйдет рая, а за нею дед, деду восемь или девять лет, а у раи праздник. Для её небесного крыла, тот рукав из самого земного полотна, полынного, льняного, Отпевает целый день игла. Будет прах в сиянье обличён, и спасён от смерти и распада. Станет прах одной из жёлтых пчёл в облаке сиреневого сада. Пусть в саду, над лугом и в лесу, пчёл на них, за то, что рядом были, Держит этот воздух на весу легче лёгких аргелев и пыли. Открой чуть-чуть окно, так холодно снаружи, так благозвучен мир, Лишь ветер и вода, стоишь лицом в дождю и чист, и безоружен. Я спрашиваю, льёт? Ты отвечаешь, да. Который день? Второй? За шум благодарю я, Ложусь в свою постель, как в белую листву. Голубку сна легко и бережно целую, И по реке времён в забвенье плыву. Бегут по желатку, разлука и утрата, Дрожит намокший лист в зарытых сундуках То золото, то прах неведомого брата С колчан стрел в руках красавица венок. Когда-то заплетала, и он теперь на дне, Где мертвенных сестёр вода в себе несёт. Вода собой питает и пожирает их, как голубой костёр. Что видим мы во сне, кто за руки берёт нас И в темноте ведёт по комнатам пустых. Я слышала лишь стук, стучали ночью в окна. Я видела лишь дым, а это речь была. А это говорила придонная трава, Утопленница там, где за спиной стоит Таинственная сила, и ходит юркий бес За смертью по пятам. А эта жизнь росла сквозь слёзы, Проступая печально моя. И просыпалась я, как вечная весна, Зелёная, слепая, а это жизнь моя. Андрей Митченко Нежный Андрей Недужный В городе на Неве пишет Я весь воздушный, облачком в рукаве. Всякая вещь в природе с буквой на коротке. Вот он домой приходит, щёки его в муке. День промышачий целый, Аксиев выпекал, спит, согревает тело В шелесте одеял лиственных, В Невских водах плавает, как буйок, Пишет Андрей, свобода, горло мне поперёк. Каменная шкатулка, город, тюрьма, озноб. Прямо из переулка выйдет на свет связной ангел, Послание стужек, градусник на дому, Пишет Андрей, не нужен, больше я никому. Красное солнце года, корочка сентября. Листья лежат у входа, в клетку календаря. Как бы его ни звали, пропуск в одной строке, Вот он летит над вами, щёки его в муке. Воздух, архитектор, облакомер пустот, Весь он в свободный вектор, Вспышка, светодиод, нервный, Настоящий тронуть и умереть. Лёгкий кимвал, звучащий осенью этой медь. Ещё бы вышло что-нибудь из жизни, Так говорилось в детстве, Во дворе, соседом сверху дяди Гриша, Или не во дворе, на кухне, Положил сухие руки на клеёнку Гриша, За стопочкой о чём-то говорит, А рядом едет. На хромой собаке Чуковского, Его миндальный сын, Такой невинный, что не оторваться, И женщины целуют, и мужчины, То волосы приводят в беспорядок На безмятежной детской голове, То называют, по-мужски приятно протягивая, Будешь с нами, брат. О, этот возраст, ты ещё дошкольник, Тебя подводят к самой кромке леса, Потом толкают и бегут назад, И ты стоишь без словаря лесного И называешь заново траву кузнечика, Невидимую птицу, чудовище, Заспутанные листвой, вздыхающие так, Что всё трясётся внутри, Легко трясётся, невесомо, Потом сильнее всё больше нарастая, И вот уже гробочущее сердце толкается, И ты бежишь назад. Вот так и жизнь. Подходишь к самой кромке И начинает всё в тебе дрожать От страха, или, может, от восторга, А сделаешь шаг, и светлая морока, Весь этот шум, мелькание, трескотня, И тишина внезапная, и птицы куда-то разлетаются, И нет их, как не было, и жизнь обыкновенная, И ничего не вышло из неё. Закрой глаза, полоска света, Чтобы не видно было леса за тобой, И дивный гонок принимался нами За разговоры ангелов в луче, И колыхание листьев оставалось Неприкасание огромной книгой. А кто услышал, кто её услышал, Тот изменился, стал неуязвенен. И последний. Ветер, ветер, вырвался волосок, И пристал к губам, но в холоде не услышал, Что говорит, идущий наискосок Через двор от арки. А он говорит, что вышел молча рассматривать, Как хороши везде люди, Как лица блевны, пестыны. Эта весна пришла сюда по воде и задержалась, Щёки свои сырые, не показывая строки читающих. Мёдом однив, их кормили всю зиму, До слёз ли в конце болезни. Это мы продолжаем, мучаемся с одним. Кто эти люди? Все эти люди, если мать ушла на работу, Дненушка в восьмом поту съёжилась под землёй, А Вера сидит на стуле с валидолом во рту. Вера, что у тебя во рту? Крошки хлебные, гули-гули, птицы мои, К больным ногам, к спине горбатой, К раковым облакам, докоснитесь крыльями, Чтобы стала я. Ой, да как пирога у горя, Легка-легка, а пока что-то слишком устало. Вера, ты просто старая, Высоко река, омывает ноги босые, Бабуско-бабуско, мы смелые, Мы большие. Если в мире холоды, Значит, апрель высок, Вся эмаль сошла, Оказалась земля такая, Будто кто-то глину мял, А потом обжёг, Не огнём, Руками. Этот кто-то может С любовью своей к труду Человека наверх поднять И отмыть от сажи. Вера, что у тебя во рту? Головой помотает, Язык покажет. Спасибо. Я вот здесь, в зале, Собрались критики, поэты. Настоящие поклонники поэзии. Да, алкоголики, как я. И я хочу просто предложить вам всем сказать Что-нибудь о стихах Стаса и Маше. А я скажу вот что. Вот я вспомнил вдруг строки Ерёмы. Часто слышится, Часто пишется мост, А читается месть, Летит филология к чёрту с моста. Вот я даже ещё в таком стадии, Что я могу что-то вспоминать. Вот я вот за это люблю. Вот за то, что сформулировал Александр Ерёменко, Который может формулировать очень точно. Вот за это я люблю стихи и Марии Марковой, И за Станислава Левенского. Я прошу людей что-то сказать про их стихи. Спасибо. Саша, ну это эксперимент известный. Скажите, что-нибудь о стихах. Я думаю, что если мы сейчас будем общаться В неформальной обстановке, конечно, все выскажутся, Но у меня микрофона, наверное, не все смогут подойти. А, хорошо, да, Софья Киселевича. Меня зовут Софья Иоселевич. Я могу только себя называть как человек, Пишущий стихи, но не поэтом. И кроме того, я устраиваю встречи поэтические. Стихи Станислава я первый раз слышу, Но у меня есть критерии. Меня спрашивают, как вы приглашаете людей, По какому критерию к вам отбираете людей читать стихи? Это даже быть стихи. У Станислава я вот встретила... Там есть жизнь, там есть нерв. Я понимаю, что его задевало и что болело, Когда он это писал. Для меня это очень важно. И, слава Богу, мне книжку подарил. Я теперь уже почитаю, как следует. А с Машей я знакома уже какое-то время. И есть у нас стихи, Ру, которые все очень глаз зрительно относятся, Замечательные поэты и замечательные люди. Вот есть такой учитель литературы Вельской области, в селе. Он потрясающий сам прозаев, Николай Васильев, Который себя там называет учитель Николай. Он пишет о Маше давно. И я вот с этого к Маше как бы подошла, Увидела его эсэс сначала. И когда мы с ним переписывались, Меня вот в стихах к Маше, Прежде всего, Привлек тот взгляд. Она совершенно по-другому смотрит на мир. И она видит такие краски, Которые вот человек, Ходящий вот так по земле, Может не заметить. А Маша, на мой взгляд, Немножко приподнята. Она так вот, Чуть над землей. Все, спасибо. Может быть кто-то еще? Григорий Петухов готов сметь песню. Григорий, оставим ее на неофициальную часть. А кто готов в прозы что-нибудь еще произнести? Я еще очень хотел бы рассказать два анекдота. Валерий Лобанов. Два анекдота тоже забыли сына. Валерий Лобанов. Я второй раз слушаю Парью Петухову. И как-то вот именно только сегодня Я очень высоко оценил качество ее поэзии. Мне показалось, что стихи последние, зимние, Как она их назвала, Интереснее, чем стихи в книге. Почему? Потому что я чувствую динамику, развитие какое-то. А вообще в целом, Хотя я люблю короткие, Этмизированные стихи больше, Но в целом у Маши Маркова Это такая органика, Это такая звуковая музыка, Слышится в ее стихах. Это такая зрелая, Мне представляется поэтесса, Что я даже не знаю, Что с ней будет через 7-10 лет. Что, как она еще будет писать, Какие стихи выйдут из-под ее пера. И я совершенно согласен с Ольгой Юрьевной Насчет другого нашего поэта, Что стихи, конечно, у него Преполнены приметами бытия, Прожитой жизни, прожитых лет. Ну, там хотелось сказать, Что, конечно, ему формально, По плане немножечко надо побольше работать. Там и в плане рифмы, И, может быть, несколько ритмик Уразнообразить. Но он представился мне тоже Очень зрелым, хорошим поэтом. И оба сегодняшних дебютанта Совершенно замечательные. Спасибо. Я бы не назвал обоих поэтов-дебютантами С учетом и публикации Некоторого опыта, И с учетом премии, И с учетом всего остального. Мне больше кажется правильным Такое словосочетание К поэтам развития. Вот и Маша, и Станислав, На мой взгляд, Они оба находятся в развитии. И все, что с ними происходит, Я очень хотел бы, Чтобы давало им толчок К дальнейшему развитию. Я, в общем, достаточно давно читая стихи Маши, И не так давно стихи Станислава, Ни у одного, ни у другого автора Пока потолка не вижу. Это очень важно. Когда начинаешь у автора видеть потолок, Стихи становятся неинтересны. Потому что ты понимаешь, Что все уже сказано. И у Маши, и у Стаса, Мне кажется, все еще впереди. Это самое главное, О чем, мне кажется, Мы можем сегодня сказать. Пусть они развиваются, И пусть и сегодняшний вечер тоже, И эти книги тоже помогают В этом развитии. Я просто хочу почитать Психоварение из книг, Если вы не возражаете. Я всегда очень люблю читать Стихи вслух. Есть у меня такая дурная привычка. Более того, Расскажу вам, Когда мы с Александром Переверсиным Уже видели, Это была совместная номинация Волошинского конкурса И издайство «Воймига». Посмотрели голосование И поняли, Что победил Станислав. Мы сели над рукописью в кафе, Читали друг друга стихи На белорусской, И читали друг друга стихи Стаса. Я читал те, которые мне нравятся, Саша читал мне, Те, которые ему нравятся. Это был такой вечер на двоих, Стас, посвященный тебе. Об этом никто не знает, Я все время впервые об этом говорю. Но мы тогда просто с Сашей Отдельно влюбились в стихи Станислава И сказали, Так, книга получится замечательная. Так что был еще такой Творческий вечер Левинского, Которого никто не знает. На двоих со мной и Сашей Переверсиным. Стихотворение Маши. Маши на стихи очень давно люблю. И всячески всегда, Когда есть такая возможность, В чем-то хотят Маше Посодействовать, Хоть где-нибудь, Я всегда стараюсь это делать, Потому что Чем-то действительно, Я сегодня об этом говорила, Уже развивается на глазах. Маша экспериментирует С таким тонким воздухом поэзии, С которым мало кто решается Экспериментировать. В этом может быть меньше Меньше личной судьбы, А больше работы С каким-то подсознательным Веществом поэзии. Но каждый идет в поэзии Своим путем. Поэты, с которой писали О собственной судьбе, Мы знаем их много. Маша делает Какие-то свои открытия в поэзии. Это важно. Поэтому я счастлив, Что Маша продолжает Работать со стихами, Никогда не останавливается, Никогда не остается Удовлетворенной тем, Что она делает. Это замечательное качество, Маша. Не дай Бог, Чтобы она у тебя Оставалась всегда. С высоты И с такой, что не страшно, Плуг, обморок, Рокот в крови Над рассеянным светом Вчерашним Долго пели Мои слови, Долго пели Кузнечики, Долго Выжималась Из слова Вода И осталась Сухая иголка, Дар Сосновый Уже Никогда Не ходить без следа От укола. Все любили, Теперь отдаю, Поцелую На скамейке У школы И проточную память Мою. Эту память Не плачет, Не просит, Только узкую ленточку Бьет, Только белый Плотец Носит, Только детский Песнь Поет. Мария Маркова Нас Из одной Лепили глины, Но обжигали В разных Горных. Судьба темна, Как погреб Винный, Сырой, Просторный, И мы с тобой, Нам по семнадцать, А может быть, Давно за тридцать, И память Ветряная Цаца Та, Что налится, И мы с тобой, Приходит осень, И облетают Листья Скленов, И седина Виски Заносят, Гадай, На зернах, Гадай, На зернышках Созвестий, Мити, Палас, Вари мне каши, Я так люблю, Когда мы вместе, Во всем Домашнем, Я так люблю, Когда в халате, Рукою Машешь мне В окошко, Когда ты надеваешь Платье, И трется кошка, Когда в хоккей Играет лихо По телеку, И оторвавший Взгляд От шитья Ты спросишь Тихо, А где здесь наши? Станислав Левинский Еще, конечно, От этого акта Здесь наши Вообще мурашки Будут погожее У меня всегда И до сих пор Несмотря на то, Что сотворение Знаю очень давно Ну что, Саша предлагал Высказываться Если у кого-то Есть еще что-то Сказать Герман Власов Неожиданно Герман Он очень приятный Герман Власов Я хочу сказать, Что На самом деле Смотрю Вот на то, Что Происходит 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 Нечто неутешительное Но Появляются Действительно Какие-то единицы Которые радуют Их немного Пожалуй Сейчас могу назвать Может быть Человек пять Человек пять Называть не буду Тем более Что На самом деле Двое из них Нагодится здесь Чем они интересны Я не буду говорить О том, Что они связывают Два пространства Скажем Культурный центр Там наш И проведция Потому что Они не тут Как бы Оттуда А это всегда Интересно Они приносят Новое Дело даже Не в этом Дело в том Что Как бы И в одном И в другом Есть какое-то Переживание Правды Вот И Желание Некое Обязательство Данное Не нам Не кому-то Там Не Чему-то Временному Это желание Донести И рассказать Вот Поэтому Непонятно Что с ними Будут Какими они Путями Пойдут Но Каждый Идет Своим Путем Идет И отвечает Перед собой Собственно Говоря Вот Это интересно По-моему В этом Межнастоящее Вот Я очень рад Их Видеть Слышать Почаще Спасибо